Октябрина Каноненко родилась в далеком 1923 году в Новочеркасске Ростовской области. С приходом войны она не раздумывая ушла на фронт. Тогда ей было всего лишь 18 лет. С 1943 года служила на Кавказском фронте пулеметчицей и шофером. Она охраняла железнодорожный мост особого назначения в городе Огни и там же встретила День Победы. За свои заслуги она была награждена Орденом Отечественной войны второй степени и медалью за победу над Германией. Поздравить Октябрину Андреевну с солидным юбилеем пришли представители администрации и Смоленской атомной станции, руководители организаций и предприятий города. Желаю вам энергии и сил, чтобы продолжить ваш прекрасный жизненный путь. Благополучие, большого человеческого счастья. Андрей Шубин выразил глубокую благодарность за заслуги именинницы перед страной и поздравил ее с юбилеем. Почетным гостем вечера стала депутат Государственной Думы Ольга Окунева. Здоровья вам, всей вашей семье, благополучия, добра, заботы, внимания. Конечно, в том числе и от всех тех, кто живет рядом с вами, кто работает, безусловно, и от нас. И мы с удовольствием вас поздравляем, желаем вам многие-многие лета. С днем рождения! В этот день в адрес Октябрины Кононенко звучало много теплых слов от близких ей людей. Давние друзья зачитывали стихотворения и исполняли трогательные песни. Я, когда это была молодая, мне в окошко светила луна, появилась сопрятка седая, и луна мне теперь не нужна. Торжественный вечер организовала председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова. Она принимает активное участие в жизни Октябрины Андреевны и оказывает ей всестороннюю помощь. Сама именинница осталась очень довольна вечером. Конечно, огромная радость, что не забывают меня люди, родные ко мне приезжают всегда каждый юбилей. Как и любой день рождения, вечер закончился на сладкой ноте. В честь именинницы испекли торт в виде сердца, такого же большого, как и сердце Октябрины Андреевны. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.